елки с вами шумики мы продолжаем родить и рупа на зонты вы на счет ов айтен и карта ну короче исчезновение это на картера так мы выбрались этих чертовых странных пещер и у нас два варианта лево-право слева там что-то дохера у нас каких-то проводов поэтому я решил пойти к этому домику ну смотрю что здесь как-то некуда идти поэтому да у нас только один вариант это идти к тому дому мало вариантов мало вариантов мало вариантов у нас но мы теперь поймешь из-за какого-то проклятили тип того каждый член семьи убивает друг друга особо дамы отсюда же выбрать и думаю что за чертовщина еще одна пещера так у нас есть проход внутрь давайте осмотрим окрестности на всякий случай пока туда не пошел вовнутрь провода как-то там очень много электростанции у нас есть одна тропинка с дом и тропинка вот туда а значит у нас из вариантов только идти на электростанция да это получается но если дамба дамбы вода идет куда-то посмотреть на стеная полка выцвенен в форме топора пожарный шкаф отсутствие топора топор топор удерживать а короче где-то наверху топор валяется ух ты ж ё-моё жертва загнана в угол прибита горната не другими рано отсутствие следов борьбы а я знаю а че кто это это же брата ее по идее пришел а муж той девки он же зарубил походу уничтожено изнутри снаружи честное насилие ярость сломана дверь ну блять но топором понятное дело откинуто для ручек разброшенные аксессуары что-то делать в спешке ручка карандаш нож для вскрытия писем так нож ниц и в крови значит он взял нападавшего и успел ударить нападавшего ножницами нападавший это же как раз отец нейтана да давайте сейчас попробуем потом сходим за ножницами или же мне ножницы обязательно нужно взять нам еще обязательно нужно ножницы взять для полного так сказать исследования ножницы у нас находится по тропинке вверх да скорее всего думаю да в какой-то будке так но она находилась где-то где выход был на улицу а вот она стоп это не она там прохода не было здесь есть подъем посмотреть вверх мы поднимемся потом за последний челиком последний челик это как раз ммм как его ну этот отец эйтана так возвращаем ножницы бежим но здесь я думаю сложности у меня не возникнет ножницы поехали так 4 части в смысле а не слышите наоборот этот взял ножницы подожди а кто мертвый откуда он взял топор а он изначально был с топором у него ничего не вышло топор взял этот после чего он говорит нет нет начал бежать почему здесь не то что это берет топор после этот в панике заходит сюда закрывается и в конце он берет ножницы и убивает ножницами где мама почему ты стоишь на пути спящего произошел несчастный случай брось топор трейвис несчастный случай я не хотел принуждать ей вред мы все больные понимаешь это началось с того как что итан нашел ту куклу чё или книжку кинжал а где итан черта бери скажи ладно ладно он хочет сжечь дом в андерграф послушай трейвис просто оставь меня в покое боже мой спящий выбирает себе носителя понимаешь что делать то что он пожалеет он выбрал маму он выбрал тебя сын я не хочу принуждать тебя думаешь ножницы тебе помогут да все все могло быть иначе ты мог помочь спящим помочь нам ну что поделать мама права ты трус и ты скоро снова встретишься с сейтоном и сейтоном И, оказывается, ни хера. Так, походу, мне открылись двери, да? На хера себе двери открылись. Это ты нарушил его покой. Тревес, мы все еще можем избавиться от него. Я точно знаю, с чем мы боремся. Не слушай голосов по своей голове. Окей. Этот спящий. Питался их ненавистью. Их недоверием. Отец этого решил, что самоубийство не даст ему сил. Но он ошибался. Я чувствовал, как где-то, словно жирная жаба, спящая переваривает полученное. Так, здесь, как я понимаю, ничего нету. Значит, спускаемся. И просто идем далее. Ну, не знаю, не знаю. Сюда бы я не попал, если бы эту загадку не решил на самом-то деле. Так, куда вы мне предлагаете идти? Ну, сюда? Ну, у меня только сюда получается. Ну, побежали. Наверх смысла подниматься нету, потому что... И... Или чего? Дверь была открыта. Мостов тут нету, пройти мне никуда не дают. Хотя... Может, сюда забраться можно. Ага, фиг там. Я не взрываюсь. А я не понимаю. Так, я что-то вообще нифера не понимаю. Нафига открылась эта дверь, если сюда даже пройти нельзя. Тут некуда пройти вообще. Вообще. Типа, я перекрыл воду? Или что я сделал? Я же, по-любому, что-то сделал, да? Сделал что-то, что не пойму, что я сделал. Классно. Но я понял, что мне нужно покрутить вентили. Я его покрутил, и, в принципе, у меня не произошло нифера. Так, что мне делать? Все запустите. А, странно. Это очень странно, на самом деле. Вот снова же. Ты не понимаешь даже, что делать. Вот откуда вот... Я не вижу. Я только один вентиль выше, все. Больше здесь некуда мне идти, получается. Короче, я не прошарил, что делать. Но я понял одно. Первое. По идее должен сейчас где-то появиться мост или что-то типа того. Скорее всего, здесь, да, он должен быть... Я могу здесь пройти? Да, могу. Во-вторых, есть еще одна приколюха, помните, как с космонавтом? Только для этого нам нужно вернуться в самое начало, где был тот самый космонавт. Да, туда бежать хер знает куда. Поэтому давайте я остановлю запись, и мы туда... Хотя у нас тут есть лифт. И мы просто сейчас на лифте по-быстрому поднимемся. Так ведь с вами? Хотя ладно, давайте я продолжу куда-то туда добегу. Я расскажу всю суть потом. Так, короче, это у нас происходило здесь, да? Если верить тому, что написано... Ну, это, короче, какая-то, я не знаю, секретка для птицового. Нам нужно идти на солнечный луч. Там, где мы ловили астронавта. Астронавтам мы немного, кажется, дальше ловили. Около вот этих вагонов. Нужно идти на лучи солнца. Где-то потом мы на камнях... Должны будем увидеть что-то. Только нужно найти эти лучи сраные. Вот здесь, да, получается? Так, автостанция, вот, да. Так, и бежать на лучи. А бежав на лучи, мы встретим с вами... Тропинку. Должны бежать к тропинке. Вот это, да, место, получается? Что-то нихера. Где чертова тропинка? Или тут проход есть? Что-то не припоминаю. Вот я помню, куда-то можно было залезть. Вот сюда, да? Или нет? Где-то чертова тропинка. Короче, не суть. Что мы ищем? Мы ищем с вами один предмет. Довольно странный. Этим предметом является шишка. Да-да, шишка. Мы с вами ищем шишку. Проблема в чем заключается? То, что я не шарю... Где она? Единственная, какая была подсказка, это бежать на свет. Там, где мы ловили этого астронавта. Вот это, да, имеется в виду? Да. Вот это, походу, тропинка. Бежим на свет. Так, озаряет, хорошо. Где-то, где-то на камнях. Должно лежать то, что мне необходимо. А, вот она, осмотреть. Шишку. Берем. Вот. Что и дальше. Давайте остановлю и продолжим. Так, дальше. Мы возвращаемся обратно. Нам нужно идти к мосту. К тому, как вы видите. И... Там есть... Смотровые площадки на этом мосту. Да, ну, на поверхности дамба. Такая вот, какая из них я повторяюсь, я не знаю. Я только знаю послед... Ну, как, последовательность действий и все. Так. Дамба-дамба-дамба-дамба-дамба. Либо первая, либо вторая. Их тут три, да, кажется, смотровых. Здесь ничего. Здесь тоже. Походу здесь. А, там еще в Далькейске, да? О, вот. Бросить гранату. Так, бросаем гранату. Так, произошел взрыв. Так, после этого... Мы должны с вами спуститься вниз. Пойди, если не ошибаюсь. Вниз. Вниз, вниз, вниз. Погнали вниз. Так, и бежим теперь мы с вами на... Станцию. Там, где все это дело запускали. Там, где все мы это дело запускали. И, в принципе, нам нужно пройти на ту сторону, где мы были. Туда. Да, я не знаю вообще, как можно догадаться. Нет, шишку можно, допустим, найти. Ну, где ее использовать. Но это нужно во все гуи. Пыкаться. Чтобы обнаружить. Водолоз. Посмотреть. Взять. Даже не спрашивайте. Даже не спрашивайте. Зачем нам снайперка? Нужно ли она вообще еще дальше будет? Ну что, ладно. В принципе, я думаю, мы с вами херню какую-то сделали. Убили... Ныряделя с винтовкой. Не знаю. Не понимаю. Поэтому, ладно, возвращаемся там, где мы с вами сделали мост. Да, и идем дальше по сюжету. Я такая фича, короче, нашел. Это когда я как раз разбирался с воронами. Помните, вот тот ворон на могиле? Что-то я нашел, блядь, про этого сраного ладолазника. Окей. Мы выбрались на другую сторону. Что дальше? Походу, просто по прямой идем. В моем случае мы бежим. Так, фрезы. На этом нам нужно просто бежать по прямой, потому что здесь ничего нет. Кроме поля. И, блядь, опять развилка. А нет, тут река. Давайте тогда подниматься вдоль реки. Итак, был... Так, Итан был рядом. Я че солдил? Ну, будто луч света в кромешной тьме. Он меня знает. Он знает, зачем я пришел. В смысле он знает. То есть эта херовина поднялась все-таки и вы, и она зашла? А брат его? Браза? Нет? Что с братом? Тут ничего нету. То камень или дом. Одно из двух. О, ну, то камень все-таки. Это камень, это камень. Это камень, это камень. Так, сначала у берега посмотрим, как обычно, трупы, да? Нет. Трупов нет. Хм, странно. Так, 45 фпс. А-а-а. Это как раз дом. Вандерфол. Здорово, львы. Ну, все как будто недавно горело. Потому что оно все еще тлеет. Даже еще немного горит. Коснуться. Значит, борись с ним. Я должен. Ворон, извини, Итан. Я не могу позволить тебе это сделать. Какой ворон? И что это за фигня? И что я должен с этим делать? Ворон. Ворон-то... Кар. Да? Нет, это машина, подождите. Корве. Корве. Отсюда начинается. Кор... Кор... Может, корэва. Это фига вы знаете. Может, карф. Хм. Бля, я фига вы... Рели... Кор... Ве... Кор... Корвус? Кор... А, это у, блядь, это не о. Открыть дверь. Подожди, это... Ох, это место тоже горело. Неужто Итан зажарился? Обугливание. Спокойствие. Коснуться. Ого. А, значит, он там внутри. За железной дверью, которая не сгорела. У него что, он живой остался? Тоже, это его дедушка? Да, это дедушка. Дедушка. Три, это ключ, да? Четвертый, он тут остался. Итан, я перебрал его. Все нормально. Дедушка, не трогай меня. Твоя бабушка, Гил, защала меня от них. Я не могу помочь тебе. Я смогу помочь тебе. А, нет, значит, все-таки... А, нет, значит, все-таки... Я нашел дневник Вандерхрава. Он написал, что для пробуждения священного нужен кто-то. Кто может страдать? Смотри. Я смогу просунуться. Дедушка, нет! Гил, мы должны это сделать. Нельзя позволить спящему пробудиться. Сажение комнаты не поможет. Итан, спящий внутри нас. Дедушка, вернись! Мы все должны умереть. Даже ты, даже я. Ясно. Ну, по идее, дом недавно горел, поэтому... Ох ты ж, ё-моё. Гул их посмотрим хотя бы. Мы, знаете, не... С зашитыми ртами. В бетоне заживо. Это как будто эти гули, знаете. Так, где-то возьму. Или тут еще есть кто-то покрасивее. Там никто не идет. Ну, ладно. Надеюсь, Итан жив. Потому что здесь ничего не сгорело. Манать здесь... Людей было. Проснуться. Итан, просыпайся. Молодец, малыш. Ты остановил это. Было ужасно. Пол Простор? Ты... Ты... Правда вот здесь? Прости, Итан. Я... Поздно появился. Слишком поздно. Так и есть. Ты слишком поздно. Вот. Опять я знаю эту историю. Она имела какое-то... Итану такое же отношение, как и ко мне. Так, и она... Не заканчивалась. Посмотреть. Так. Мосты. Дамба. Церковь. Это... Истории. Ловушка и черепушки. Ловушки и черепушки. Космическая капсула. Дом. Портал. Ведьмин лес. Древнее божество. Рассказ. Держите кнопку. А, последний рассказ про мужика вот этого, да? Который детектив. Господи, Итан. Ты опять здесь? Ты пропустил ужин? Мама и папа на взводе. Она повсюду тебя искала. Уйди, Трэвис. Уйди, Трэвис. Оставь меня. Он чем-то... Эй, мам! Он здесь! Он чем-то этого буль напоминает. Этот мужик. Мила, будь осторожней с этой лампой. Дейл, что не так с твоим ребенком? Рисунки на стенах. Его истории. Какая хера? Какого хера? Господи, Итан. Ты забыл про ужин. Прости, я весь день писал историю. Долго я здесь сижу? Приключения Пала Простора. Сверхъестественная детектива. Откуда ты это берешь? Папа, пожалуйста, может, увезти Трэвиса отсюда? Он рисует на стенах. Какого черта? Соткнись, чат. Дейл, у тебя вырос. Ебанутый сын. Трэвис, ну же, пойдем. Пидор! Итан, ты, гребаный... Трэвис, хватит! Ох, вот черт! Ну же, все вы... Выматывайтесь! Итан, уходи! Ты отравишься дымом? Боже! Что вы... Что мы творим? Что мы творим? Мы не можем тут оставаться. Что мы творим, кто... Что вы творим? Я писал о тебе, но я думал, что я создал тебя. Ты сделал меня настоящим. Я не могу умереть. Я должен закончить историю про тебя. Я писал историю про всех. Я знаю, но моя история подошла к концу. Она была замечательная. Значит, теперь я могу отпустить тебя? Можешь. И что будет дальше? Другая история, малыш. Как же иначе? О, блядь. И пока сейчас грустненько. Ё-моё, всё в огне. Ну, хотя, да, это аж, типа, подвал и туда не попасть имным путём. Типа, там ничего не потушить. Хотя, тут всё из бетона. Там потолок деревянный. Спасибо. знаете типа на самом деле это все раскрывает все правду типа мы как подсознание парня детектив который был создан его флаги и мы с вами так сказать путешествовали по его историям выполняли различные дела да которые были несовестны про ведьм уже то же самое про хромосферу будущего про колдунов и все в таком духе я на самом деле думал что мы просто обнаружим типа друг мальчика типа его скелета и все но оказалось царь ребята намного все сложнее было то есть все это парень просто сгорел да все его близкие просто так можно пропустить если так именно оценивая игру очень что то есть а нет все короче если оценивать игру в принципе графон хороший до для 2019 года также можно отметить сюжет да то есть ты изначально думаю что это детектив который пришел исследовать тем пропажу чего-то мальчика он раз всякие тела начинает раскрывать вот это поиски головоломки в какой-то степени такие слабые кололомки но не суть после у нас получается что все это нихера на самом деле все выглядит иначе можно взять все всякие приколюхи взять тот же хроносферу да с пришельцами взять тоже пещеру где кракен был вот это херой на было два тукопухающих момента если так брать это вначале это ловушки потому что они были неожиданные я даже не ожидал что они таки будут резкими и мертвяков в глубине пещеры глубине шахта потому что блять я думал ничего там такого не будет а там бац они ходят блять с фонарями мертвые на такое ну в принципе мне игра довольно сильно понравилась музычка такая знаете не напрягающая не надоедающая в принципе графика я же отметил управление отзывчивое проблем никаких нету в этом ничего но только да еще проблемой было это с вороном типа я посмотрел и ушел ну может быть ворон лежал просто его не заметил но оказывается может быть нужно было вот так посмотреть типа виде где он находится да и все в таком духе ну думаю можно на этом заканчивать поэтому всем спасибо за просмотр и я могу еще отметить да про долгую вот эту загадку с шишка это бомба ну граната граната в воду и там изи минус один это водоискатель ну как блять ну вы поняли водолаз с винтовкой ну и в принципе еще какая то да с хроносферой была типа хроносферу мы могли так бы и не найти по сути поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и до новых встреч друзья до следующих игр всем пока 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 пока